А теперь перейдем к социальной политике Петра Первого. Итак, первое, в 1714 году Петр Первый сдает указ о единонаследии. Итак, что это за указ? Согласно этому указу, первое, что нужно запомнить, вотчина приравнилась к поместью. Вот закончился этот процесс сращивания боярства и дворянства. Теперь всех называли дворянами, больше мы термин бояре не употребляем. И термин вотчина мы тоже не употребляем, остается только поместье. Что это значит? Это значит, что теперь есть единый слой служилого сословия. И теперь вся вот эта земля, все вот эти поместья, они так же, как и вотчины, передаются по наследству. В общем, действительно происходит вот такое сращивание. Но почему же все-таки указ называется о единонаследии? Дело заключалось в том, что другая задача этого указа заключалась в том, чтобы прекратить обеднение и мельчание дворянства. Но представьте, что был дворянин, у которого было много сыновей, ему нужно было поделить свое имение между этими сыновьями. Те сыновья начали делить это имение еще и еще и дальше и дальше. И, соответственно, в итоге каждое имение становится маленьким-маленьким. То есть оно все уменьшается и уменьшается. А чем меньше имение, тем беднее этот дворянин. Петр I опирался именно на дворянство, естественно, как и любой абсолютный монарх. И, соответственно, ему нужно было сделать так, чтобы дворянство было экономически выгодным и таким экономически обеспеченным сословием, которое бы ни в чем не нуждалось. Таким образом нужно было прекратить это мельчание и обеднение дворянства. Что он сделал? Он поступил следующим образом. Он сказал, что теперь имение можно передать только одному и, как правило, старшему сыну. Так как именно старшему сыну, то этот принцип называется принцип майората. Ну, то есть вот передается старшему самому главному в семье. Но возникает вопрос, а что делать с остальным сыновьем? Остальные сыновья пускай идут на службу государству, неважно в какой сфере. И они тогда получат свою собственную землю, получат собственное имение. Таким образом, Петр Первый убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, он прекращает вот это обеднение и обмельчание дворянства, а с другой стороны, заставляет этих дворян служить. Ну, не чудо ли? Следующий указ. В 1722 году появляется такой документ, который мы знаем под названием «Табель о рангах». В «Табель о рангах» все служилые люди делились на три категории. Это гражданская, придворная и военная служба. Далее все они делились и ранжировались на 14 рангов, где 14-й самый низкий, 1-й самый высокий. Так вот, когда вы дослужились до 14-го ранга, то, как правило, вы получали сразу личное дворянство, а те, кто дослужились до 8-го ранга, могли получить потомственное. В чем разница? Личное дворянство, это значит, что вы становитесь дворянином, вы получаете все привилегии, но никому передать, ну, своим детям, вы эти права и привилегии не можете. Потомственное дворянство, оно, конечно, значительно круче, поэтому и нужно было дослужиться до 8-го ранга. И, соответственно, вы могли передать вот все свои привилегии своему потомству. Это было, конечно, очень здорово, и это такой вот явный пример социальной лестницы. Далее, что делает еще Петр Первый? Он проводит перепись населения, и, собственно, получается, что перед ним вот оказался список всех-всех-всех людей, которые проживают на территории России. И в 24-м году он вводит систему новую налогообложения, меняет, реформирует эту систему. Напоминаю, что в 17-м веке при том же Алексею Михайловичу и системе налогообложения было подворное, подворное налогообложение. То есть налог собирался с одного двора, не с каждого человека, а с одного двора. А вот при Петре Первом вводится подушная подать, то есть собирается этот налог с души, то есть с одного человека. Но делаю небольшую ремарку, что за души считали только мужское население. Женщина, видимо, не имеет души. Так, далее. Мы говорим о том, что при Петре Первом развивается и усиливается крепостное право. И при Петре Первом издается указ, согласно которому крестьянину нельзя было уходить на заработки в город, что происходило довольно часто, потому что сельхозработы, они же не круглый год проводятся. Есть как бы свободное время, чтобы вот этот крестьянин не сидел на печи и, в общем, не бездельничал. Он мог отправиться в город на заработки и потом, вернувшись, отдать часть дохода своему помещику. В общем, все оставались в плюсе, так или иначе. Но Петр Первый сказал, что они не могут уходить на заработки без спроса помещика. Ну, чтобы, конечно, вот они не уходили и помещики получали все больше и больше прав влиять на этих крестьян несчастных. Вот, таким образом, некоторые историки отмечают, что вводится такая, ну, условно-паспортная система, потому что вот этот помещик должен был написать такую специальную записочку, что он отпускает свою крестьянина. Соответственно, если у него нет этой записочки, все, он как без паспорта, его депортируют обратно. И последнее, о чем я бы хотела сказать, создаются специальные такие органы городского управления, которые называются магистратами. И вот эти магистраты, они собирались из городского свободного населения, и, собственно, магистратам передавалось право решать самостоятельно различные вопросы, связанные конкретно с этим городом. Ну, то есть, это были вопросы управления, это были вопросы, связанные со сбором налогов и различных податей, а также связанные с местными какими-то судебными разбирательствами. Вот такая вот социальная политика Петра Первого.